В портал Экзегет поступил вопрос. Я разведена из-за прелюбодеяния, брак не был венчан. Можно ли мне выходить замуж, или этим я ввожу человека в грех, так как женившийся на разведённый полюбодействует. Это, конечно, большая трагедия нашей жизни. Вот если строго руководствовать этим принципом, который здесь озвучен, вот цитаты из Евангелия, то вообще уже тут, я боюсь, что люди жениться тоже будет невозможно. Потом надо понимать, что такое. Вот одно дело, когда у человека не было осознания греха. Он был неверующий. Ну и поэтому полюбил там на стороне кого-то, и, так сказать, из-за этого семья распалась. Очень часто после, хоть это любовь-любовь-любовь, она ничем не кончается. То есть полюбили-полюбили, семьи распались, а люди новости семью даже не создали. Это очень редко бывает так. Такой тоже обман рукава. Но люди, они не шли, они шли на грех, но не было у них это сознание как греха. Они были люди забудшие. А потом, если человек, судя по всему, он уже начал как-то думать о христианской жизни, может, уже Евангелие судя почитал, прочитал, человек воцерковился и стал христианином, то, конечно, ему можно, уже будучи христианином, выходить замуж этой женщине, девушке. У нас есть пример нашего равнопосленного князя Владимира, который имел сколько там жен, сколько там наложниц. Ну, как нормальный языческий князь. А потом, когда он уже крестился, воцерковился, он уже имел, всех там распустил, всех отпустил, всех наградил, как-то пытался, так сказать, складить их, то, что они были, вот, так сказать, наложними с женами, и выраженился на, так сказать, одной женщине и с ней прожил жизнь. Ну, и таких, наверное, и святых, и просто христиан, их в то время было много, да, и в наше время, сколько наследие тоже, живут аки язычники, хотя, может быть, крещённые в детстве, там, бабушками какими-нибудь своими. Но как-то о Христе, в общем-то, они особенно задумались, но в какой-то момент вот они задумались и воцерковились, то есть вот с этого момента они должны начать жизнь уже по-христиански. Ты можешь пойти новым путём, расстаться с грехами, особенность, особенность, ты крестился, это особенно, так сказать, вот бывает, когда люди просто перерождаются, не только даже внутренне, даже внешне, они даже, как бы организм омолаживаются, если хотите, и вот начать новую жизнь, начать новую жизнь. Но, конечно, если ты уже, вот, уже верующий пошёл на это, на грехах людей, они эти распалась семья, тут уже всё будет намного сложнее. Ты сознательно, зная Христа, Христа отверг. Конечно, Бог всех прощает, Бог и бесов бы простил, если бы они к нему захотели обратиться с покаянием, ну, они просто это не хотят делать принципиально. Но вот и человек, который, будучи христианином, предаёт Христа, ну, там, греховым пребудеянием, конечно, уже покаяться сложнее, чем человек, который вот ушёл от греха, да, был, грешил неверующим, потом стал верующим и с этим грехом расстался. Вот в последнем случае это прямо, знаете, вот всё очень легко происходит. А вот когда человек уже, будучи воцерковлённым, это делает, это происходит всё очень непросто. Вот в этой ситуации расстаться с грехом становится намного сложнее. Потому что ты более сознательно принял этот грех, ты более сознательно пошёл на него. Чем-то те люди, которые даже не знают, что это греха. Люди сейчас молодые, они считают, чем больше любовниц, тем лучше, тем славнее, лучше, там, может, похвастаться. Вообще вот как-то вот жизнь идёт, жизнь удалась. Вот, конечно, когда люди считают грех за добродетеля, а добродетель за грех, на них, конечно, есть оправдания определённые, да. А когда человек, ты знаешь, что это грех, ты на него идёшь сознательно. Возникает ситуация, как у бесов, которые знали, что это грех, пошли всё время на него, и вот они себе покаяться не могут. Ну, у людей так, так сказать, может, не так всё плохо, но всё равно покаяться будет намного сложнее. Поэтому вот людям и церковлённым идти на грех, в том числе при любительянии, ну, вот совсем не стоит. И не утешать системы, ну, сейчас я там погружу, а потом наиспо ещё расскажу, и всё будет хорошо. Вот Бога не обманешь. Вот и духовную природу тоже не обманешь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.